друзья всем приветствуем яков вот буквально пару часов назад я публиковал ролик где я рассказывал о билдах для обновленных спутников что билдах что предметов экипировки как всегда я призываю в роликах что если есть какие то вопросы непонятки оставляйте их в комментариях под видео и вот последний названном ролике такие вопросы появлялись вопросы справедливые интересные и их можно пояснить и рассказать так что если какие то вопросы останутся и после этого видео задавайте их опять будем делать сериал по спутникам скажем так заведем новую рубрику diablo 3 сериал сезон 1 эпизод 1 в нашем случае уже 2 ладно давайте мы минутку юмора оставим позади и начнем отвечать вопросы ну и разбираться и так один из вопросов был будет ли работать баф на нашего персонажа если спутнику надевать предметы которые будут повышать опыт но допустим сет кайна дает ли прибавку к опыту сет борна даст ли прибавку к опыту ну а также красный камень который будет инкрустирован в шлем то да дорогие друзья если вы все это дело на спутника наденьте частности скорее всего это будет или эрина или же кормок то есть вы откроете ваши характеристики то вы сможете увидеть что действительно прибавка к опыту у вас будет и в принципе вот такой вот сборкой вы сможете без проблем бегать что нефалемские порталы что даже великие порталы это исключительно фасты то есть там где вы будете плюс-минус пытаться прокачивать свой парагон это не обязательно это как пример как я сказал был вопрос я вот отвечаю далее был вопрос будут ли суммироваться эффекты от сетов то есть допустим если мы наденем сет кайна на спутника и сет кайна на нас если имелось ввиду что суммируются ли бонусы то дорогие друзья я этого суммирования не заметил то есть никак падала одно дополнительное дыхание как и падает как падали дополнительные ключи так и падают чтобы эти бонусы перемножались ну или скажем так удваивался эффект я не заметил возможно я слепой но мною этого замечено не было но что касается еще одного эффекта от данного сета в частности сета кайна то как и мы так и наш спутник получает бонус бонус на увеличение опыта а так как где был 3 этот бонус распределяется между группой то по сути мы получаем бонус как от нашего сета кайна так и от сета кайна который будет надет на нашего спутника так что с этим вопросом я думаю мы разобрались второй вопрос который в принципе вполне я думаю логичный этого человек спрашивает что если я играю за варвара а я хочу допустим побега с эриной что мне делать в этой ситуации ну тут я думаю все понятно вы должны просто создать персонажа который имеет основную характеристику интеллект а это некормант чародей и колдун перекинуть этот допустим доспех колдуну с помощью колдуна силу переролить в интеллект ну и вернуть уже обратно варвару а варвар безусловно все это дело наденет на эрину далее человек задал вопрос по поводу меча громовая ярость мол он не работает на эрину что он уже на протяжении многих лет это все дело протестировал и этот меч не дееспособен для магички тут хочу пояснить как работает данный меч когда мы будем ударять а в diablo 3 мы ударяем любыми скиллами это может кормок ударить своим оружием ближний бою это может магичка ударить своей магической сферы на дальней дистанции тут не сказано при атаке тут сказано при ударе так вот при ударе будут создаваться эти заряды молнии и это уже благодаря этим зарядам а также внутреннему свойству данного меча мы будем замедлять противников для того чтобы не голословить вот сейчас я вам демонстрирую мою магичку у нее в экипировке не присутствуют никакие предметы также я у нее убрал все умения которые могут замедлять цель и вот теперь обратите внимание что она делает то есть да она действительно атакует на расстоянии но когда она своей магической сферой поражает противников между ними начинают гулять такие сгустки молний и под ними появляется такая замедляющая аура это дорогие друзья обозначает что данный меч запускается так что дорогой зритель видно ты тестировал немножко иное потому что вот я тебе наглядно показал но мало ли тебе ну или кому-то из вас этот меч не нравится но все бывает есть еще одно очень интересное оружие для магички это меч двуручный меч который называется султан слепящих песков это оружие имеет два неплохих бонуса во первых здесь есть очень неплохая вероятность ослепить противников ослепление это контроль мы контролируем противников босса тем самым находимся под защитой кроме того атакуя противников с помощью этого оружия мы сможем на них накидывать еще и кровотечение как-никак вероятность тоже высокая а что это обозначает что когда противники будут истекать кровью допустим может работать наш сама свет усилитель боли который за каждого противника который будет истекать кровью рядом с ним будет повышать скорость атаки они всегда допустим самому герою получается запустить данный эффект а вот примеру с помощью этого меча усилитель боли будет запускаться это просто как пример они обязательный призыв к действию другим словами вот такие два предмета можно использовать магички виде оружия на ваш выбор и усмотрение затем люди задают вопрос что будут ли работать наручи силача на наших спутников ну точнее будет ли распространяться эффект на нас то дорогие друзья да то есть если наш спутник будет каким-то образом отбрасывать противника ну допустим он может использовать амулет суть ёхана потому что дух времени допустим мы можем взять и повесить себе на шею а спутнику дать допустим амулет суть ёхана то этим амулетом спутник будет стягивать противников также допустим на самих наручах во вторичных свойствах можно увеличить вероятность отброса, или же допустим, если вы будете использовать негодяя, то у него можно использовать лук, о котором я вам рассказывал, а вот уже в этом луке встроен эффект, который сможет также отбрасывать противников. Другим словами, эти наручи будут запускаться, а если наручи запускаются, то противники получают повышенный урон, а значит ваш герой, то есть вы тоже по этим противникам будете сильнее дамажить. Так что для великих порталов можно использовать вот такую вот коллаборацию, или же запускать эти наручи амулетом с Усть Йохана, или же вот таким вот луком у негодяя. Далее задается очень интересный вопрос по поводу крыльев. Вот я у тебя в роликах на стримах видел, как твой кормок бегает с крыльями, как ты ему эти крылья подарил. Дорогие друзья, это не больше не меньше, как иллюзия обмана. Сейчас я поясню, что я имею ввиду. У нас в Диабл 3 есть такая возможность трансмагрифицировать предметы, то есть даровать им немножко иной внешний вид. Кстати, тут сделаю небольшую ремарку. Хоть сейчас патчем мы на нашего спутника можем надевать все возможные предметы, то есть и доспехи, и головной убор, и штаны, и ботинки, но их мы не можем визуально менять, к сожалению. А вот что касается тех предметов, которые мы берем в руки, допустим, оружие или щит, вот их мы можем визуализировать. И вот если мы подойдем нашей гадалке, возьмем и поместим щит корма к ней и попробуем его как-то поменять, то вот у нас на выбор есть такой вот вариант. Это зеленый сетовый щит, и когда мы его зачаруем и наденем нашу спутнику, то у него за спиной появятся такие крылья. Но это не совсем крылья, это эффект данного щита. Но, как я сказал, визуально это смотрится как крылья. Если вы спросите, как его можно найти, то, дорогие друзья, он уже у вас есть, если вы играете в Диабл 3. Потому что когда вы бегаете поручения, там убиваете гоблинов, из них падают рецепты. А вот этот щит не что иное, как один из таких рецептов. То есть вам надо подбежать к нашему кузнецу, далее найти щиты, ну и скрафтить себе такой зеленый щит. И как только вы его скрафтите, у вас уже будет вот такой вот визуальный обвес. Так что если кому-то интересно, чтобы ваш кормок был вот таким, можете использовать. Ну и в принципе, дорогие друзья, это все, что касается вопросов, которые я прочитал и они были действительно интересными. Надеюсь, что эта информация тоже кому-то будет интересна и поможет. А на этом моменте я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Если есть вопросы, задавайте, не болейте. Ну и желаю удачи, все заодно походя. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!